Алина Губина, многодетная мама, она точно знает, как важно для женщины, недавно родившей ребенка, найти единомышленников, чтобы вырваться из круговорота каш, подгузников и пеленок. Нет для нас границ в декрете вместе с нами, наши дети. Это девиз клуба супермамочки Одинцова, который на официальном языке называется некоммерческой организацией. Это очень хорошая поддержка. У меня трое детей. Младшая со мной сейчас почти везде присутствует. Потому что, ну, когда ты сидишь в декрете и погружаешься полностью в пеленки, в памперсы и так далее, в какой-то момент все равно нагрузка на тебя большая сваливается. А это возможность выйти, как-то отвлечься, пообщаться с мамами-единомышленницами, поделиться какими-то советами, опытом. Супермамочки, как НКО, пользуются положенной государственной поддержкой. Но хотелось бы большего, говорит Алина, поэтому она и пришла на семинар. Иногда нам удается поучаствовать в каких-то грантах, но хотелось бы больше возможностей для некоммерческих организаций. Потому что сейчас, например, есть такое направление, как субсидирование социально ориентированных организаций. Но проблема в том, что очень сложно попасть в перечень социально ориентированных организаций для того, чтобы эту поддержку получать. Руководитель ресурсного центра совершения Светлана Налепова констатирует, полной информацией о мерах поддержки обладает лишь один руководитель НКО из десяти. Тех, кто знает, как ими воспользоваться, еще меньше. И этот пробел в знаниях нередко ставит под вопрос само существование некоммерческой организации. Нужно не только идти в район. Есть федеральные источники, есть федеральные программы, те же самые обучения. Есть даже мобильный инкубатор, который мы сейчас развиваем по Подмосковью. Можно получать как ресурсы, вот это отличие никто не понимает, так и какие-то денежные средства на какие-то программы. На обучающем семинаре, прошедшем на дискуссионной площадке сторонников партии «Единая Россия», теорию подкрепляли практическими примерами. В этом и особенность встречи выступить могли не только докладчики, но и представители НКО. Вопросов от последних поступило немало, а это лишний раз подтверждает актуальность таких практикумов и необходимость проводить их чаще. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.